Творческие коллективы из Ненецкого округа примут участие в главном событии этого года. В 22-х зимних Олимпийских играх они открываются сегодня. Музыканты, певцы, танцоры, а также мастера фольклора представят наш регион для зрителей порядка 100 стран мира. Первыми в Сочи отправятся участники народного ансамбля песни и танца «Хайар». Мы побывали на одной из последних репетиций коллектива. Это фрагмент нового танца ансамбля «Хайар». Хореографическая композиция, короткий рассказ о жизни обитателей тундры. Танец с янгцами, так его назвали в коллективе. Янгцы – это палочки, с помощью которых ненцы выколачивают снег с одежды. Еще один новый аксессуар для выступления – яркие оленей попоны. В программу для Сочи вошли и старые танцы, уже знакомые жителям Ненецкого округа. Программы разные. Иногда мы вместе с другими коллективами работаем тан на 25 минут. Вот здесь у меня есть вариант. А здесь часовая программа, 24 номера. Она идет целый час. Танцы пунушек с хореем и бубнами. Программу участники коллектива знают наизусть. Уже в понедельник, 10 февраля, от ансамбля «Хайар» в Сочи отправятся 10 танцевальных пар и вокальная группа из 7 человек. Настрой есть. Мы пригласили на такой момент олимпиады. Не каждого приглашают. Все очень заряжены. Все ждут от этого определенные успехи. Руководитель ансамбля Галина Шелыгинская говорит, ребята всю важность выступления понимают и готовы достойно представить наш регион. Тем более, что все они занимаются любимым делом. И даже парни из ансамбля своей жизни не мыслят без танца. Танец нужен в принципе для парня как основополугающее образование. То есть парень должен быть танцевать. Потому что грация должна присутствовать. Не только девушке, но и мужчине. Но все же о трудной работе и множестве выступлений танцоры не беспокоятся. Больше всего переживают за наших спортсменов. Я победу жду. Победы наших спортсменов, нашей России, чтобы она всегда была первая. И я очень болею за них. Вслед за Хаяром в Сочи отправится инструментальный ансамбль «Северяна» и фольклорный коллектив «Родные напевы». Екатерина Гончарова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».